Ну и еще один юниор, Сергей Лазарев. Тоже упражнение с... Это широкий меч? Да, широкий меч. Вообще дау переводится в китайский как нож, но применяется ко всем широким клинкам. А в литературе по боевым искусствам, как только слово дау не переводили, я помню, мне попадались одни из первых книжек, там тебе и путь, и только строгое образование. Это разные иероглифы, это амофоны, одинаковые произношения, но пишутся они разными знаками. Вообще путь это тоже условно, то дау, о котором вы говорите, или до, по-японски иероглифы одинаковые, да? И в китайском и японском языке это один и тот же знак, по-японски еще меч читается, до, второе чтение меч. Это скорее такая философская категория, это некий путь жизни, который человек проходит, некое следование естественной природе вещей. Вот такой есть компонент, поэтому я тоже возражал против того, чтобы вид спорта каратэ назывался у нас каратэ-до, потому что каратэ-до это твой путь в каратэ, личный путь. Это твой личный путь. Да, а вид спорта это конечно каратэ, и не случайно международная федерация называется международной федерации каратэ, а не каратэ-до. Ну сейчас мы уже подправили, значит, ошибочку небольшую. Вообще сейчас по восточным единоборствам аккредитовано три вида спорта, это УШУ федерации, федерация Айкидо, ФАР, и ассоциация Кёко-Синкай. Вот готовится сейчас к аккредитации целый ряд других уже созревших, состоявшихся организаций, и мы будем надеяться, что... Они в скором времени выйдут. ...будет упорядочено, и мы их увидим в том числе и на экранах телевизоров. Интересно, возрастает, конечно, еще... Ну, не то, чтобы многие люди просто не понимают то, чем занимаются. Как правило, все понимают, чем они занимаются, потому что люди приходят в секцию, не понимают, куда надо идти. Вы знаете, это еще и вопрос зрелости вида спорта. Вот только что закончился, например, чемпионат Европы по каратэ, который проходил в Москве. Хорошо организовали, затратили деньги, блестяще провели, но результат выступления сборной команды посредственный. Две серебряные, три бронзовые медали, конечно... В смысле? По весовым категориям, и по кота, и по кумите нужно, конечно, еще работать. А ведь есть у нас яркие звезды в каратэ, такие как Герунов из Сабары и многие другие ребята. Но, наверное, прежде чем проводить чемпионат Европы, нужно сделать так, чтобы этот чемпионат можно было выиграть, а не занять там пятое или седьмое место в командном зачете. Сергей Лазарев получил 80-41, а сейчас мы с вами смотрим уже совершенно другой вид программы, который мы до этого не видели. Это Дуйлянь. Это Дуйлянь. Это поединок с заранее определенной последовательностью движения, который составляется спортсменами, и который как раз и призван показать, как же применяются вот эти все многочисленные технические элементы УШУ. В частности, вот здесь вы видите Дзянь, Дуйлянь, Швандзянь. Меч прямой против прямого меча. Ну это сразу скажем, что это срежиссированный поединок, и никто тут никого не собирается убивать, но при этом это то, что пропагандировал, насколько я знаю, вот этот китайский театр. Там у них совершенно сумасшедшие были поединки, сумасшедшие акробатики. Но здесь вот как раз акробатика есть, но она вот в скорости, низкая скорость. Нужно, конечно, правильное чистое движение, но нужно как минимум в два раза быстрее это делать. Тогда это будет смотреться, конечно, очень красиво. Это сейчас вид программы соревнований официальных Международной Федерации УШУ. А выступали у нас Елена Соловьева и Носкова Варвара. Это Санкт-Петербург. Это Питерская школа. В общем, неплохо выступили, но... Хорошая, да, хорошая традиция у них. Немножко это все отдавало балетам, потому что уже больно плавные движения. Мы надеемся, единственное, что спорткомитет города найдет, наконец, возможность открыть им отделение УШУ, для того, чтобы они могли профессионально тренироваться. Мы поддержим, безусловно, это решение. Без этого в Санкт-Петербурге, конечно, успеха такого... Развить успех не удастся. Ну вот еще одна любопытная пара. Татьяна Ипшина и Елена Васенина. Вот у нее очень любопытное оружие. Это трехзвенный цепь против шеста. Да, Санзигунь по-китайски он называется. Сложный вид оружия. Вообще гибкое оружие. Цепь. Вот это вот трехзвенный цепь. Трехзвенная палка. И шеста. Достаточно сложная. Здесь скорость уже выше. Выше скорость... Да, но есть удары, которые попадают не туда, куда надо. Просто удары должны быть по корпусу. Некоторые ногами они не очень хорошо отработают. Видите, как ждет она удара. Они должны ждать, да. Удар должен соответствовать как бы уходу до секунды. Вот это красиво было вращение. Красиво. Здесь есть рискованные элементы такие вот с проносом удары палкой. Если не успеет уйти партнер, то может быть и травма серьезная. Поэтому интересно, красиво отработали. Молодцы. Ну вот здесь мы представляем как бы этот вид программы. По нему еще нет серьезной конкуренции. Поскольку его только что с этого года ввели в международную программу соревнований. Мы будем работать над повышением качества дуэляния. И поэтому мы нашим телезрителям даем возможность пока предварительно ознакомиться с тем, что, разумеется, будет в России на самом высоком уровне. Вот здесь мы видим, как применяется техника УШУ. Это очень важно, чтобы видеть, для чего служит то или иное движение. Вот закончили выступление спортсменки из Перми. На хорошей скорости прошли, но, конечно, технически. И готовится новый вид программы. Да, выступление группы. Это еще одно показательное выступление. Ну, оно, естественно, тоже оценивалось на данных соревнованиях. Но мы, дорогие телезрители, решили вас познакомить в качестве, так сказать, некая обзорная экскурсия с этим, конечно же, замечательным видом, который не менее интересен. Значит, Дзитхи Хянму или Дзитхи Бяуянь – это групповые выступления или командные выступления. Они состоят из нескольких частей. Это синхронное выполнение движений и композиций, индивидуальное. И кусочки из дуэлянь, то есть вот применение ушло. Сейчас мы видим сборную команду города Перми, Приволжский федеральный округ. Выполняются они под музыку, должны теоретически делаться с хорошей степенью синхронности и оцениваются по своей ценностной шкале. Опять же, по синхронности и тоже выполнение элементов, тех же статистических положений. Синхронность, разнообразие. Ну, видите, здесь спортсмены как раз не успевают, выпадают. Я бы даже сказал, что не успевает только молодой человек. Он один вываливается так из общей картины. Ну, это вот как бы ошибка тренерская, потому что готовят по остаточному принципу, когда остается время, делают Дзитхи Бяуянь. А он сейчас вводится в программу соревнований чемпионатов мира. То есть за него тоже стоит бороться, потому что это медаль. Да, мы сейчас будем за него серьезно браться, но посмотреть, что из себя представляет этот вид, уже можно. Вот так это выглядит, видите. Довольно интересно и, наверное, зрелищно. Слышно, как спортсменки командуют друг другу 3-4. Вот композиции, музыку пишет специально обученный композитор Федерации Ушу России, свой композитор. Есть Андрей Лазарев. Он написал музыку ко многим фильмам по Ушу и документальным, и художественным. Озвучивает телепередачи. Сам мастер спорта по Ушу, очень талантливый парень. И вот он сейчас пишет музыку специальную для показательных выступлений и групповых выступлений. Поэтому нам повезло, мне пришлось искать. А обычно приходится куда? Ну, где-то подбирают, берут китайскую музыку, но ведь трудно под определенный ритм композиции подобрать точно музыку. Поэтому здесь вот и нужен человек, который будет знать, где акценты поставить, где включить там барабанчики, блоги, где затянуть. Ну и, конечно же, Глеб, видно, что и вам, конечно же, видно, уважаемые телезрители. За тем, что еще не до конца это дело отработано, иногда в промежутках между выполнением элементов спортсмены гуляют. Да, они просто не знают, куда им встать правильно. Видимо, это должно быть, конечно, наработано все. Вот, и пошло. Плотниковым, хотя нужно было принять позицию достаточно жестко. Ну, скажем так, что у этого вида программа большое будущее, конечно, он очень зрелищный. Вот куски дуэляния, да, применение техники. Красиво? Красиво, но недостаточно отработано. Ну, думаю, на следующем чемпионате России мы увидим гораздо более интересное выступление. Наверное, вот это все-таки планировалось как волна. Раз, два, три, четыре. Да, волной с разбиткой, но получилось, что они немножко сбили ее. Это вот они взяли элемент повышенной сложности и его выполнили один за другим. Ну что, и концовка будет представляться. Ну, здесь вот достаточно ровно, синхронно прошли. Зрители болеют, поощряют. Кстати, что интересно, ребята, сами занимающиеся, сами болеют за своих потенциальных противников. Ну, вот в этом виде спорта так. Ну, это и в спортивной гимнастике так, конечно же. Они все друг друга знают. Несмотря на то, что они свалкиваются на ковре, но тем не менее они вместе тренируются. У нас вообще хорошая атмосфера между спортсменами и федерацией, хорошая атмосфера. Ну, соревновательный дух, естественно, присутствует, но тут никакой зависти, что ли. Зависть должна быть по-хорошему. Зависть должна быть спортивная, чтобы ты стремился сделать лучше. Вообще, Федерация Ушел России одна из таких дружных федераций, где нет конфликтов, скандалов. Они, конечно, были, были свои периоды такого разъединения, но сейчас... Это период роста федерации, я так думаю. Федерация встала на ноги и очень хорошо работает и Таулу, и Саньшоу поединки. Есть единый тренерский совет, президиум слаженно работает. Прекрасно работают региональные отделения. И я думаю, что мы будем стараться остальные виды восточных единоборств тоже подтягивать до этого уровня. С тем, чтобы в конце концов создать какой-то союз восточных единоборств, чтобы выпускать в России. В общий целый. Да. И, так сказать, стать единым целым, который будет слаженно работать и готовить чемпионов для страны. А на ваших экранах, тем временем, группа из Саратовова. И не в пример, и не в укор, конечно, что будет сказано пермикам. Они-то работают поувереннее, послаженнее. Да, да. Хотя там юниоры. Хотя там юниоры, а там взрослые, я помню. Молодцы. Мне нравится Саратовская школа, я считаю, у нее большое будущее. Опять-таки, благодаря поддержке спорткомитета, руководству Андрея Борисовича Марченко. И ребята очень хорошие, хорошие тренеры и умные руководители. И с точки зрения пропаганды, конечно, данный вид, он очень зрелищный, очень интересный. Ну, красивый. Начать с того, что под музыку работать всегда приятней. Вот это китайский музыка Хуан Фейхун из фильма известного Джетта Ли. Хуан Фейхун. Очень популярная в Китае. И она, конечно, ложится хорошо на такие композиции. Вот ребята показывают броски, захваты, блоки, удержания. И тут же переходит к акробатике. Но не всем. С точки зрения срежиссированности, здесь, конечно, это все получше сделано. Нет прогулок по ковру. Чуть-чуть поживее хотел бы, конечно, все это видеть. Ну, не все сразу, я так думаю. Ну, это юниоры. Молодцы. Саратов очень сильный регион. И в других восточных единоборствах, в том числе в карате, очень сильные тоже спортсмены. Такие, как вот Приказчикова, неоднократная чемпионка России по карате ВКФ. И серебряный придет чемпионата России. У них вообще хорошо поставленная работа. И они вот в свое выступление вставили даже работу с оружием. Тут, конечно, уже... А это разрешается. Тут уже, конечно, не хватает сил. Тут видно, что они такие уставшие, уже очень быстро дышат. Ребят... Он не менее 40 секунд. То есть есть нижние пределы везде. Ну, это понятно. Но тут много народу за счет этого. То есть можно композицию выстроить таким образом, что кто-то будет отдыхать, успевать. Я смотрю, очень чистая базовая техника у саратовских спортсменов. Они работают с молодежью. Да, они работают с молодежью. Это, конечно, залог успеха, что будут сильные взрослые. Видите, чистые. Приятно. Движение перетекает одно в другое. Здорово. Вот сам зигунь тоже. О, один из самых сложных предметов. Очень сложный, да. Вид ушу и травматичный. Да, тут по голове такое деревяшка получится. Да, да, да. Для тех, кто хоть один раз в жизни брал в руки нумчаку. И хоть один раз в жизни с ними ошибался. Даже с двумя звеньями. Двумя звеньями. Прекрасно поймет, что такое три звена. Еще, Дмитрий, есть девятизвенный стальной хлыст. Мы его увидим сегодня. Его делает Сергей Суховей. Так там китайцы вообще говорят, что на каждое звено нужно по году работы. То есть через 9 лет можно достигнуть мастерства. Очень сложный вид оружия. Китай вот славится этим. Но все от иероглифа идет. Иероглиф сам по себе сложен. Поэтому у них все такое вычурное и изощренное. Хорошо выступили саратовцы. Да. Приятное впечатление оставляет. Великолепное выступление. И сейчас как раз у нас будет уже показательное выступление. Это, пожалуй, самые яркие, самые замечательные краски. Ушу. Тут оно предстанет при нами вообще всеми своими гранями. Великолепное выступление. Великолепное выступление.